В прошлом году на Черницком кладбище в родительский день было в тысячу раз больше людей. Чтобы вы понимали, въезд на территорию кладбища был запрещен. Сотрудники ДПС разворачивали машины и люди шли пешком. Сегодняшнее кладбище практически безлюдное. В прошлом году было много, много. На каждой могилке были автобусы ходили. Эта семья одна из немногих, кто сегодня все-таки пришел на кладбище, привезти в порядок могилку и вспомнить своих безвременно ушедших родственников. Ну мы на своей машине приехали, как бы это самое, тут своей семьей. И мы уж общаемся и так, вроде как чужими не общаемся. Ну а хочется на родительский. Тут вот у меня сын похоронен, поэтому думаю, молодой погиб, вот на машине разбился. Как вы думаете, действительно только в этот день нужно прийти и вспомнить своих родных? Ну по крайней мере меня мама так учила. Я не могу отслушаться мамы. Это кадры позапрошлого года. Родительский день на Черницком тогда превратили в непонятно что. Торговали продуктами и даже шашлыками. Сегодня, как и положено, продажат только венки и искусственные цветы. Продавцы настаивают, что посещать кладбище в родительский день нужно обязательно. Это такой святой праздник, когда с покойниками родительский день есть родительский день. Штрафовать тех, кто пришел помолиться за родных на кладбище, не будут, пояснили сотрудники Роспотребнадзора. В частном порядке посещение не запрещено. На сегодняшний день существуют ограничения по доставке на кладбище общественным транспортом. Бесплатную доставку к местам захоронения отменили власти, чтобы избежать массового скопления людей. Это сработало, но те, кто не пришел, совсем не должны переживать по этому поводу, говорят священники. Как мы помним, в связи с угрозой распространения коронавируса, богослужения в храмах сейчас ограничены. Но помолиться за усопших можно и не выходя из дома. Храмы проводят онлайн-службы в социальных сетях. Валентина Скирова, Андрей Печоркин. День с толком.